Большой диалог в большом формате. Очередная дискуссионная площадка стала местом встречи депутатов, представителей вертикали власти, молодежных лидеров и студентов, которые совсем скоро перейдут из этого статуса в статус молодых специалистов, что возложит на них определенные полномочия и обязанности. Однако стоит понимать и то, что молодежь – это самая активная часть общества, у которой есть свои идеи и видение того, как должна развиваться наша страна в ближайшие несколько лет. Именно поэтому во время работы дискуссионной площадки была высказана мысль, что этот диалог должен быть продолжен, а документы, регламентирующие молодежную политику, пересмотрены на эффективность в реализации. Конечно же, сегодня такой формат, когда мы общаемся с молодежью, молодежь – это наше будущее, это передовое, это то, для кого мы сегодня это создаем, и все ценности государства, и, конечно же, молодежи двигать вперед и политику государства, и новое, все, что делается в нашем государстве. Услышать и принять к сведению предложения каждого человека, каждого белоруса, как один из вариантов дальнейшего развития страны – такова задача дискуссионных площадок Берастейского диалога. Всего в рамках инициативы запланировано порядка двух десятков открытых встреч. Очередной разговор, в первую очередь, молодежный. И здесь важно услышать именно молодежь – креативную, продвинутую, со своими взглядами, порой отличающимися от сложившихся стереотипов. Хотелось бы поговорить о молодежной политике, поговорить о тех законах, которые сегодня работают в государстве, правильно они работают, есть ли какие-то недостатки, в чем причина может быть невыполнение каких-то актов, нормативно-правых документов. Ну и, конечно же, услышать мнение молодежи о тех событиях, которые сегодня происходят в стране. Это важно, потому что сегодня именно молодежь является тем прогрессивным фактором, которому сегодня строит будущую политику нашего государства, будущие отношения в нашем обществе. Необходимо строить диалог. Сегодня на протяжении двух часов мы слышали друг друга, и я уверена, что вот такую методику разговора не только поколений, разговора чиновников с общественниками, разговора студентов молодежного парламента с чиновниками – все это должно вестись очень открыто, объективно и по мере необходимости не откладывая в долгий ящик, потому что проблемы должны решаться. Сегодня мы это очень хорошо понимаем. Тем в рамках встречи было поднято достаточно много. Специалисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи предлагали идею создания информационного портала, где бы аккумулировались перспективные идеи юношей и девушек. Со своими предложениями выступали представители общественных объединений и организаций. Сами студенты и магистранты сегодня выступают со своими предложениями, которые, по их мнению, должны быть учтены при формировании системы молодежной политики. Одно из них касается преимуществ для тех, кто имеет статус магистра. Тот молодой человек, который приходит на предприятие, который имеет степень магистра, то есть тот, который закончил вторую ступень, чтобы у него были дальнейшие перспективы именно карьерного роста, чтобы он был на какой-то уровень, возможно, выше того молодого человека, который просто получил высшее образование. Ведь действительно, этот год или полтора у кого-то, возможно, и два учебы, они должны, на самом деле, какую-то давать перспективу молодому человеку. Это была самая жаркая, самая активная панельная дискуссия, что, собственно, неудивительно, потому что проблемы молодежи, которые сегодня обсуждали здесь, в техническом университете, они касаются всех. Старшего поколения беспокоит тот факт, какой вырастет наша молодежь. Молодежь, которая себя сегодня реализует, высказывала мнение о том, чего им недостаточно для того, чтобы реализовать себя максимально активно. Я очень рада, что эта площадка позволила высказаться представителям различных общественных организаций. Сегодня мы услышали голоса наших депутатов Палаты представителей, а они услышали мнение молодежи о том, что сегодня, возможно, необходимо применять у нас законодательство для того, чтобы молодежь Брещина и молодежь Беларуси действительно использовала свой потенциал по тому назначению, которое необходимо, делала нашу страну более сильной. Все озвученные в рамках панели дискуссии и предложения будут аккумулированы и переданы для дальнейшего изучения и рассмотрения в парламент. Цикл открытых встреч также продолжится.